Приветствую, дамы и господа, с вами Дмитрий Биндаманис. Сегодня мы разберемся, что делать, если болят хамстринги. Вот они родненькие. Если вы счастливый обладатель умной вакуумной банки, то смело ставьте ее на мяско вот здесь. Включаем долгим нажатием. Индикатор меняется на красный, значит присосался. И оставляем. По умолчанию работает 12 минут, но это время можно в аппликации поменять на любой другой интервал. Если вы счастливый обладатель двух вакуумных банок, смело ставьте в ряд. И в данном случае вакуумные баночки у нас работают в первом режиме, с первым уровнем силы. Это самый комфортный режим. И в нем банки работают как массажист. Приподнимают и отпускают кожу попеременно. Чем выше уровень, тем дольше банка держит кожу в натянутом состоянии. И, соответственно, чем выше уровень силы воздействия, тем сильнее идет подсасывание. Можно работать с хамстрингами в пассивном режиме, то есть лежать, наслаждаться. А можно в динамическом, немножечко работая той самой мышцой, которая вас побаливает. Итак, хамстринги – это у нас разгибатель бедра и сгибатель коленки. Соответственно, эти движения мы и будем делать. Хорошо, сгибаем ногу в коленки и разгибаем. Таким образом мы увеличиваем мобилизацию мягких тканей в этой области, где наложены вакуумные банки. Если у вас одна, ничего страшного, просто потребуется чуть больше времени и надо будет несколько раз менять дислокацию. Также можно делать разгибание бедра. Приподнимаем ногу, приподнимаем ногу, хорошо, опускаем несколько раз. Хорошо. Можем и одновременно изгибать ногу в коленки, и приподнимать ее. Замечательно. И разгибаем. В конце разгибаем. Отлично. Помните, что не должно быть больно. Это приятная мобилизация мягких тканей. В случае, если сомневаетесь, обратитесь к специалисту. Также вы смело можете поменять локацию. Сейчас мы кладем на область крепления мышц. Что касается мест крепления возле коленки, там очень чувствительная кожа, поэтому стараемся сюда не лезть. Оставляем банку с запасом от коленки. Сейчас мы работаем по средней линии. Также можно чуть-чуть смещаться в одну сторону и в другую. Вбок и внутрь. Главное проработать все эти области, которые вам болят. Так, сместим банки в обе стороны, билатерально. Индикаторы загорелись красным. Присосались. Можем работать. Хорошо, сгибаем и разгибаем. Замечательно. И если у вас больше, чем две вакуумные умные банки, смело используйте весь свой арсенал. Выключаем коротким нажатием. Ждем, пока банка отпустит кожный покров. И аккуратненько убираем. Напоминаю, что рекомендуется перед процедурой протирать и кожу, и сами вакуумные банки. Тогда адгезивная способность увеличится. То есть баночки присосутся куда более эффективно. И к тому же в целях гигиены это тоже очень правильное действие.